Начинаем новую серию видео уроков под названием 100 тренировочных задач абитуриента. Задание номер один. Как обычно, в самом начале жмите паузу и пробуйте решить это уравнение самостоятельно. Конечно, можно было бы решать как обычно, классическим способом. То есть, вот это все, что не связано с корнем, перенести вправо. Далее, потребовать, чтобы правая часть была неотрицательна и возвести обе части в квадрат. Но быстрее все-таки решить это уравнение с помощью замены. Для этого под корнем, подчленно поделим на x. Тогда у нас под корнем будет после деления 1 разделить на x плюс 1. И 1 делена на x переносим вправо. То есть, уединяем корень. 5 минус 1 делить на x. И вот теперь можно сделать замену. 1 делить на x равно t. Тогда уравнение будет иметь более простой вид. t плюс 1 равно 5 минус t. Далее нужно потребовать, чтобы правая часть была больше либо равна нулю, потому что иначе корней не будет. Левая часть корень, а корень всегда неотрицателен. Поэтому требуем, чтобы правая часть 5 минус t была больше либо равна нулю. И теперь можно возвести обе части в квадрат, так как обе части, с учетом этого условия, являются неотрицательными числами. Возводим обе части в квадрат. Получаем под коренное выражение t плюс 1 равно в скобках 5 минус t в квадрате. Возникает вопрос, нужно ли писать дополнительно в эту систему, что t плюс 1 больше либо равно нулю. Нужно ли требовать неотрицательность под коренного выражения. На самом деле не нужно, потому что это автоматически следует из нашего второго уравнения. Так как квадрат в правой части всегда больше либо равен нулю. Отсюда следует, что t плюс 1 больше либо равно нулю. Поэтому дополнительно это третье неравенство писать не нужно. Скажем так, не обязательно. Поэтому мы его записывать не будем. Это мы убираем. И теперь решаем. Из первого получаем t меньше или равно 5. Из второго возводим в квадрат и все переносим в одну сторону. Например, все перенесем вправо. Тогда у нас получится t квадрат минус удвоенное. Это получается 10t до плюс 25. И туда же переносим левую часть. Минус t минус 1 равно нулю. Откуда? Первое переписываем. t меньше или равно 5. И получаем квадратное уравнение. t квадрат минус 11t плюс 24. Решаем потеряем вието квадратное уравнение. Получаем корни 3 и 8. В результате мы получили t меньше или равно 5. И нас устраивает два корня. Или t равно 3. Или t равно 8. Произведем отбор корней с учетом вот этого нашего условия. На числовой оси покажем промежуток, который нас устраивает. То есть это то, что находится левее числа 5. Это у нас t. Число 3 находится левее. Число 8 находится правее. Понятно, что нас устраивает только один корень. Это 3. Таким образом, t равно 3. Делаем обратную замену. 1 делить на x получается равно 3. Откуда x равен 1 треть. Пишем ответ. Ответ. 1 треть. Задача решена. Кому решение задачи понятно, не забудьте поставить лайк. И напишите несколько слов в комментариях к этому видео.